Приветствую вас, друзья и недругие. Прочитал сейчас, что существует дефицит определенный в смысле снабжения наших бойцов. Это прежде всего касается народной милиции ДНР, ну и всех прочих. Не хватает бронежилетов, не хватает шлемов, нету коптеров, ну и многого прочего. 7 миллиардов на это нужно. Я, честно говоря, когда эту цифру услышал, я, ну, прифигел. Потому что в год 70 миллиардов, в 10 раз больше, 70 миллиардов тратится только на театр. Театр у нас убыточный, театров у нас сейчас больше, чем было в Советском Союзе, больше, чем где-либо. 70 миллиардов ежегодно. То есть, если уменьшить ежегодные затраты на театр на 10%, всего на одну десятую, на одну десятую уменьшить, то можно было бы обеспечить воюющих на Украине всем тем, что им необходимо. В смысле амуниции. 70 миллиардов. Нужно 7. То есть, на 10% надо уменьшить. Я сам не театрал, я в театр не хожу, но скажите мне, вот вы, кто ходит, вы заметите, что декорации там чуть-чуть поскромнее. Ну, вот на одну десятую. Заметите, для вас это существенно. Вы заметите, что средства для аммонки унитазов используются не шведское, а турецкое. Оно подешевле. Не знаю. Вот, если бы, допустим, у нас худрук МХТ имени Чехова, Костанин Хабенский зарабатывал в год, там, не 75 миллионов, а 60 с небольшим, получал бы, там, 5 миллионов ежемесячно. 5 миллионов бы зарабатывал он. Для него это существенно было бы зарабатывать, вот, не 75 миллионов, а, там, 68, допустим. Или Евгений Миронов. Не 40 миллионов он зарабатывал бы, а 36 или 35. Вот на 10% всего. И вот мне кажется, что, вы знаете, вот в сталинские времена был такой вот слоган «Все для фронта, все для победы». Никакого фронта нет. А если нет фронта, то, в общем-то, я не знаю, победы откуда возьмется. То есть, я понимаю, что Путин сказал, что мы еще не начинали. Мы еще не начинали. Но люди-то там гибнут, реально. Мне кажется, вот, можно было подумать тем людям, которые вот верстают бюджеты и прикидывают, сколько там на фейерверки потратить, на шарики воздушные, на праздники, а сколько может быть на другие фейерверки, которые град называются, например. Например, допустим. Возможно, я не прав. Может быть, жизнь – это праздник, и надо праздновать. Но мне кажется, что самый важный праздник у нас пока – это День Победы. А самые главные наши неприятели – это те, кто рассуждает про победобесие. Я имею в виду наших соотечественников, вот тех, кого называют национал-предателем. И я не знаю, как называть тех людей, которые решают, вот, сколько потратить на оборону, сколько потратить на театр, на все хорошее. Я помню с замечательным, очень люблю его и очень переживаю, из-за того, что с ним случилось, с Мишей Ефремовым разговаривал. И вот он мне сказал, что вообще не надо тратить деньги на армию. Вообще не надо, надо все вот на кино, на театр, на искусство. И все тогда будет замечательно. Еще он сказал, что мы очень завидуем Украине. Ну, Миша, он такой. Ну, вот, ему не пьющим тогда еще попались пьющие товарищи. Такие вот у него, ну, у него лучшая подруга, его мама покойная, Лия Хиджакова. Это очень много объясняет, не раз я про это говорил. Ну, ведь то, что там говорит Миша Ефремов, получается, что его слушают какие-то люди, которые, ну, компетенции свои отличаются от актера и заключенного нынешнего. Ну, опять же, может быть, я не прав, может быть, я выхожу из зоны своей компетенции, но меня эти цифры поразили. И одна, и вторая. И семь миллиардов, и семьдесят. А вы считаете, что, в принципе, государство должно финансировать культуру в целом? Да, я считаю, что должно тратить деньги государство на образование, на медицину и на культуру. Больше ни на что. Ну, так. Ну, ладно, ментов чуть-чуть. Хорошо, понятно. А армию ликвидирует всю и все жилетки. Ну, мне кажется, немножко наивная вот эта позиция. Это, конечно, наивная позиция. Потому что еще ведь Бонапарт говорил, что тот народ, который не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. Ну, Бонапарт говорил, но плохо кончил. Дело не в этом. Он кончил, говорят, даже женщиной. Да, там говорят, что мы имем англичане. А кто еще мог, кроме англичан? Англичанка гадит всегда. Конечно. Сейчас хохлы гадят и американцы. Сейчас с англичанами как-то поменьше. Не, мне кажется, ну, давайте мы не будем... Нет, я имею в виду, что когда такой тренд, когда такое развитие надгосударственной какой-то идеологии, и тем более малопонятной, ни на чем не основной. Ну, основной на истории, которой уже нет уже свидетелей. И нет уже свидетелей. Это, конечно, это рахматовская история. Нет уже свидетелей на времени. Пятно чертнил не стерто со стола, и не помню, я наизусть жалко.